Слово предоставляется Анатолию Перминому, заместителю генерального директора Организации Российской космической системы. Тема сообщения проекта «Многоцелевой аэрокосмической системы прогнозового мониторинга. Перспектива пилотной реализации в России. Эффективное сотрудничество государства и бизнеса в области предупреждения технодневных катастроф». Уважаемый Георгий Геннадьевич, уважаемые коллеги, действительно новейшая история подтвердила, что последствия техногенных катастроф могут достигать значительных масштабов, а будучи инициированы природными стихийными бедствиями, приводит к ежегодным многотысячным человеческим жертвам и колоссальным экономическому ущербу. Вы видите из слайда, который сейчас есть, что у нас творилось и творится в 2012 году, какие жертвы в мире, последствия стихийных бедствий в России, особенно последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Не подлежит сомнению и тот факт, что широкое внедрение космических технологий в решении задач предупреждения и ликвидации природных и техногенных катастроф приобретает для России неприходящее значение. По мнению руководства страны, если мы сегодня пока не можем предотвратить масштабные стихийные бедствия техногенной аварии, то должны быть в состоянии их прогнозировать. Сегодня многие здесь выступающие говорили, ну не многие, а 4 человека, говорили из докладчиков о том, что прогнозирование – это важнейший элемент предупреждения чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день именист по чрезвычайных ситуациях считает прогнозирование также важнейшим элементом предупреждения чрезвычайных ситуаций, вполне обоснованно полагая, что уже в самое ближайшее время в решении этой проблемы возможен качественный прорыв. Прогнозирование значительно снижает число человеческих жертв и в 15 раз менее затратно. Но еще более такие цифры, более солидные. Георгий Геннадьевич приводил в своем докладе, я вот их выписал, и естественно, это очень серьезные цифры. По всему миру разрабатывается целый ряд проектов, программ, инициатив по созданию систем космического мониторинга в интересах оперативного обеспечения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Однако, к сожалению, крайне редко можно найти программы, где бы говорилось и решались задачи прогнозирования этих событий и своевременного предупреждения. Начиная с 2009 года, группа специалистов предприятий в Роскосмосе ведет, так сказать, поисковые исследования в направлении создания Международной аэрокосмической системы глобального мониторинга. Это система систем, которая позволит на основе потенциала современной прикладной космонавтики информационных технологий и обеспечить своевременное предупреждение об угрозах стихийных бедствий, техногенных катастроф и иных рисках глобального характера, в том числе и космическое происхождение. Неоднократно представляясь за рубежом и практически включая уровень организации объединенных наций, проект наш позитивно воспринимается как в странах дальнего, так и ближнего зарубежья. О состоятельности этого проекта свидетельствуют конкретные документы Генеральной Ассамблеи ООН. Например, в прошлом году документ от 12 апреля полностью был посвящен системе МАКС как перспективной российской инициативе при условии начала работ по созданию будущей системы прогнозирования чрезвычайных ситуаций в России. Буквально две недели назад состоялось решение Совета главправительств, где непосредственно я докладывал, и все главы правительств стран СНГ проголосовали и подписали документы о включении этого проекта в формате многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга в межгосударственную программу инновационного сотрудничества стран-содружества на период до 2020 года. И официально подтвержденную готовность участия в нем выразили страны, это Беларусь, Казахстан и Украина, даже с выделением долевого бюджетного финансирования, как национального. Также это подтверждает жизнеспособность идей, заложенных в этот проект. Какие цели? Это службы создания национальной службы мониторинга техногенных катастроф. Их несколько. Прежде всего, информационное обеспечение, принятие решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и снижение их последствий. Второе – это внедрение прикладных результатов космической деятельности в различные сферы экономики и выход с технологиями прогнозного мониторинга техническими аппаратно-программными средствами их пользовательских серверов на рынке информации и услуг. И формирование кластера прогнозных сервисов. Предлагаю нами разработку, предназначенную, прежде всего, для решения трех задач. Но все объять необъятные невозможно. И, конечно, можно шпиговать эту систему десятками задач. Мы взяли три основных, которые востребованы, прежде всего, в России, в странах СНГ, ну и в ближнее и дальнее зарубежье. Первое – это краткосрочное прогнозирование сильных, повторяю, землетрясений мощностью от 6,5 и выше. Второе – это оповещение об угрозах возникновения природных пожаров и наводнений. Третье – это оперативного контроля состояния критически важных объектов, технических в первую очередь. Учитывая все возрастающую актуальность глобальной проблематики астероидно-метеоритной опасности, космического мусора и факторов космической погоды, можно было бы в рамках нашей версии оценить реализуемость на сегодняшний день отечественных подходов к решению этой задачи предупреждения об угрозах космического происхождения. О возможности решения первой задачи. Приступив к практической отработке вопросов функциональной интеграции существующих технических средств и программно-методическое обеспечение применительных задачей краткосрочного прогнозирования сильных землетрясений, мы создали экспериментальный участок сейсмопрогнозного мониторинга на базе, в котором была проведена серия успешных экспериментов в Курилло-Камчатской, Сахалинской и Японской сейсмических зонах, результаты которых в виде оправдавшихся, вот вы видите на слайде, вот это перечень, значит, с мая месяца по декабрь оправдавшихся краткосрочных прогнозов сильных землетрясений. Практически нам удалось до 80% выполнить эту задачу. Почему до декабря месяца? Ну, больше денег не хватило. У нас все это делалось за счет собственных средств корпорации, значит, и, конечно, мы осуществляли это во взаимодействии с Центром МЧС «Антистихия» и Российским экспертным советом по прогнозу землетрясений, а также в Институт физики земли. Левая часть вот этого прогноза, вы видите, мы выдавали официально телеграммами специальными в эти учреждения, а правая часть – реальное подтверждение. Последним стал прогноз недавнего землетрясения в Охотском море 24 мая нынешнего года, которое, как вы знаете, ощущалось даже в Москве. Таким образом, полученные программно-методические и, значит, алгоритмические наработки, оформленные в виде ГИС-портала сейсмопрогнозного мониторинга, вот он представлен вам на этом слайде, становятся таким серьезным дополнением потенциалу профильных учреждений Российской Академии Наук, таких как Координационный прогнозический центр Института физики земли РАН и Камчатский филиал геофизической службы. Именно с этой целью мы месяц назад вышли в Президиум Российской Академии Наук с инициативой создания на базе Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений экспериментальной наземно-космической системы краткосрочного сейсмопрогнозного мониторинга Дальневосточного региона. Можно ли в других частях нашей страны, ближнего зарубежья выполнять? Можно, при наличии соответствующих финансовых средств и при наличии специалистов, которые могут работать по этому направлению. Вторая задача. Задача оповещения об угрозах возникновения природных пожаров и наводнений. Можно решить на основе комплексного использования информации дистанционного зондирования Земли данных наземных и авиационных наблюдений. Здесь Георгий Геннадьевич сетовал, ну и правильно, абсолютно. Ну, сейчас уже не один, а три, Георгий Геннадьевич, на орбите спутника, наконец-то. Конечно, стыдно говорить, но вот так получилось в жизни исторически, что 48% бюджета космической отрасли, чтобы вы все понимали, сжирает, извините, съедает, значит, пилотируемая программа, которая сейчас до сих пор находится на колоземной орбите, и она, в общем-то, отдачи, ну, к сожалению, мало отдает. Если здесь есть космонавты, я прошу извинить, значит, за это, за ту правду, которую я сказал. Вы болезненно всегда воспринимаете это. Поэтому у нас такие вопросы, как создание специальных спутников, которые работали бы по прогнозным вариантам стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и так далее, крайними. Поэтому мы, ну, а вот в наших системах это как бы не особо и требуется, потому что мы имеем право, и сейчас, так как мы участвуем во многих международных организациях по прогнозированию, то мы бесплатно пользуемся этой информацией, качаем с других иностранных космических аппаратов. В российских условиях актуальность предотвращения многочисленных лесных пожаров, когда в зоне мониторинга, где космические методы наблюдения являются иногда практически единственными, отнесена большая часть территории нашей страны. И поэтому потенциал, создаваемый под системы, приобретает очень, ну, неприходящее значение. Наши коллеги из Института космических исследований берутся практически и разработать проект и развернуть экспериментальный участок прогнозного мониторинга лесопожарной обстановки уже к 2015 году при соответствующем финансировании. Задача прогнозирования паводков и наводнений также может быть решена с использованием существующих научно-методических и предпроектных разработок. Обидно, когда, конечно, идут наводнения каждый год в одном и том же месте, к примеру, в Якутии, заранее зная, можно спрогнозировать, когда она будет, как она будет, какие будут селения затоплены, да. И на эту сумму один раз в год нужно будет отработать русло реки Лена. Но это выгодно только жителям там, проживающим. Всем остальным структурам это не выгодно, потому что во времена Советского Союза работала землечерпалка, углубляли русло, таких наводнений не было. Кто здесь с Академией наук прекрасно знает это. Сейчас это ничего не производится. Зато каждый год выделяются деньги соответствующим министерствам и ведомствам на ликвидацию наводнения и тому подобное. Третья задача. Значит, Акционерное общество Российской космической системы несколько лет ведет работы по созданию федеральной системы мониторинга контроля критически важных объектов и потенциально опасных грузов. В результате имеются программно-аппаратные средства и технологии наземно-космического мониторинга. Используется по целевому назначению головной участок отраслевой системы Роскосмоса. Начата опытная эксплуатация пилотной версии аналогично региональной структуры в Калужской области. Тем самым создан практически весь необходимый задел для реализации подсистемы контроля критически важных объектов в составе пилотной версии. Что может стать организационно-технической основой будущей национальной системы предупреждения катастроф? Перспективную проблему предупреждения о космических угрозах природного и техногенного происхождения можно начать решать как триединую задачу прогнозирования угроз, создаваемых, во-первых, объектами, сближающимися с Землей, астероидами и крупными метеоритами, во-вторых, объектами искусственного происхождения, элементами космического мусора и, в-третьих, факторами космической погоды. Мы не претендуем на решение полностью этих задач, трех, но, в принципе, мы рассматриваем, и у нас есть предложения, и мы их реализуем сейчас вместе с космическим агентством, каким образом ее решают. Таким образом, мы считаем, что объективно сложилась ситуация, которая может начать практическую реализацию пилотной версии МАКС в России. И предлагаемая нами этапность выполнения работ на период до 2020 года рассчитана на финансирование в объеме до 10 миллиардов рублей, что в три раза меньше, чем общий объем финансовых ресурсов, затраченных на ликвидацию по чрезвычайным ситуациям, только в одном – в 2011 году. Приступив к реализации пилотной версии в России, начав ее, например, с создания целевой подсистемы контроля техногенных объектов федерального уровня, мы создаем объективную основу для формирования Единой национальной службы мониторинга техногенных катастроф, обеспечивающих интересы промышленной безопасности, снижение риска эксплуатации потенциально опасной инфраструктуры, включая объекты оборонно-промышленного комплекса, а также предпосылки для выхода на качественно новый уровень научно-технического и финансово-экономического сотрудничества стран на постсоветском пространстве. Параллельно можно будет вести речи о прогнозировании угроз природного характера, зачастую вызывающих масштабные техногенные риски. Однако, в любом случае, развернув эти работы, мы продемонстрируем реальные возможности по использованию отечественного научно-технического потенциала в интересах жизни и здоровья людей не только в России, но и за ее пределами. Мы считаем, что пилотная реализация МАКС будет стратегическим проектом, нацеленным на обеспечение важнейших составляющих как безопасности нашей страны, так и стран СНГ, ближнего зарубежья в их критических измерениях. Спасибо. Спасибо. Можно вопрос? Сколько, на Ваш взгляд, для того, чтобы заниматься мониторингом наших техноденных опасных объектов и особо опасных объектов, и основного блока наших природных рисков, сколько аппаратов нам нужно? Вопрос связан с тем, что, как я понимаю, каждый аппарат это стоил примерно 20 миллионов долларов, 15 миллионов запуск, а главное, 6 лет изготовления, как говорят в Красноярске. Георгий Геннадьевич, нам, так как эта система, ну вот Вы мне тут написали бумажку, я не успел более раскрыть, значит, она сейчас, на сегодняшний день, уже создан экспериментальный участок. Система, там в основном применяется система ГЛОНАСС. Система ГЛОНАСС полностью развернута группировка, нам не нужно никаких аппаратов. И на существующих, и на ГЛОНАСС, как информация будет поступать. Что касается системы ДЗЗ, ну вот мы можем работать как с объектами, как с космическими аппаратами военного назначения, использовать, ну, неделю назад, несколько дней, вернее, три дня назад запустили этот аппарат. Я надеюсь, что он через месяц войдет в эксплуатацию. И еще запустить парочку аппаратов. Но дело в том, что сейчас, значит, это не требуется для того, чтобы заработала эта система. В том режиме, в каком она у нас сейчас работает, по объектам оборонно-промышленного комплекса, в рамках программы Роскосмоса, в рамках пилотного проекта по Калужской губернии, она уже работоспособна. Вот в отличие от тех задач, которые я перечислял, которые нужно будет решать и развивать, начиная с создания системного проекта и далее, вот здесь не нужен даже системный проект, потому что было в 2005 году постановление правительства, которое затвердило уже облик системы, был разработан системный проект, он начал работать, и на сегодняшний день необходимо обновить только это постановление правительства, я считаю, дальше обеспечить финансирование минимально, и он сразу же, через буквально несколько месяцев начинает работать. Понятно. То есть не нужно вот это... Понятно. Шести лет не ждать не надо. Да, и окры не надо никакой. Понятно. Вот это направление в нашем большом проекте, оно самое проработанное, практически реализуемо, и реализуется сейчас, и нужна только сила воли определенных должностных лиц. Ваш вопрос. Прекрасная ваша система, о которой вы доложили, но, значит, сама система, она высокоавтоматизированная, вот, и как такой комплекс автоматизированный имеет собственные погрешности, информационную безопасность, вмешательство посторонних сил и, соответственно, значит, срыв показаний. Вот устойчивость вашей системы вы смотрели при вот проектировании, или это все предстоит? Значит, вот в части направления контроля критически важных объектов и перевозки опасных грузов, эта устойчивость системы, она уже проработана. И датчики этой системы всех типов, которые задействуются, но у нас есть специальная программа, и есть у нас сегодня будет заседание рабочей группы по этому вопросу, мы вас приглашаем, если у вас будет время, и там будет специальный доклад того человека, специалиста, который всю жизнь потратил на это, и он занимается этим делом. Там не вызывает никаких сомнений. Что касается других направлений решений задач, то не бывает вероятности равной единственной, вы прекрасно понимаете. И, конечно, при защите системных проектов по этим направлениям нужно будет учитывать те условия, о которых вы сказали. Да, ваш вопрос. Вопрос такой, то, что ваша система будет работать, она, безусловно, интересна, особенно будет предсказывать космическую погоду, влияние которой в Америке, в Канаде прекрасно ощущают, там были обесточения. Естественно, в условиях крайнего севера и России высокие широты это тоже будет влиять. Но, если вы сейчас захотите посмотреть, совпадают ли ваши данные по космической погоде с тем, что фиксируется на Земле, вы ничего не увидите, потому что даже простейших приборов измерительных для, скажем, по нулевому проводу сколько идет от этого влияния? Нет. И никто не собирается ставить эти приборы. Вопрос. А как будет работать ваша система мониторить, если на Земле нет таких приборов, и без них, в принципе, невозможно? А как это сделать? Понятно. Я поэтому и сказал, когда, значит, я определил в нашей системе первоочередные три задачи, такие глобальные, А четвертую задачу я сказал аккуратно. Помните, что космический мониторинг, значит, и так далее, и так далее. Мы хотели бы посмотреть решение этой задачи в рамках нашей программы и могли бы ее выполнить. Это дорогостоящая вещь очень, о которой вы сейчас сказали. На сегодняшний день подписано соглашение между Роскосмосом, МЧС и Министерством обороны, на которое выделено, ну, как бы смешно говорить, 82 миллиона рублей на начало проработки вопросов вот по выполнению этой задачи. Хотя, значит, вот мы предлагаем, и они тоже, три космических аппарата нужно запустить, три, чтобы создать барьерную зону вокруг Земли на расстоянии от 7,5 до 15 миллионов километров. И они постоянно будут находиться в определенных точках, значит, и через эту барьерную зону будут контролировать все объекты, все астероиды, там, любые объекты, которые идут к направлению Земли. Так вот, чтобы создать один космический аппарат, этот точнейший, мы уже как-то в 2006 году создавали подобный аппарат, в те годы он стоил 6 миллиардов рублей и создавался 6 лет. Поэтому эта задача не решается за 82 миллиона. И нет необходимости ее решать, я считаю, в кратчайшие сроки, потому что здесь, конечно, вот напряженность была усилена в некоторых докладах. Но статистика, приведенная Российской Академией Наук, говорит о том, что, в общем-то, такие бедствия и катастрофы случаются, значит, не чаще, чем один раз в 100 лет. Поэтому тут надо не качественно спешить, а нужно вовремя принимать меры. Понятно, понятно. Да, у вас вопрос был. Разрешите? Да, да. Тр. Генерал, полковник. Я руководил центром гражданской обороны СССР на все четыре степени боевых готовностей. Понятно. Постоянная, повышенная, полная военная опасность. Вот вы в своем закладе сказали, что у нас недостаточно средств космических, чтобы проводить мониторинг, как бы сказать, тот, который нам необходим. Мне вот такой вопрос. То есть вы говорите, что мы снимаем информацию из других космических средств, это понятно, из других стран, которые запускают. А как это узаконено в международном плане? Понятно. В международном плане это узаконено тем, что вся информация, касающаяся дистанционного зондирования Земли по направлению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, должна выдаваться бесплатно всем органам, необходимым, кто этим делом занимается. Подписаны соответствующие документы. В России таким органом, который курирует эти все вопросы, является Министерство по чрезвычайным ситуациям. И за международную деятельность в этом направлении оно несет ответственность. Понятно. Они обязаны выдавать, случилось что-то, что-то, или они знают прогноз, они обязаны выдавать, значит, другие страны эту информацию. Так же, как и другие страны обязаны выдавать нам. Понятно. Еще? Да. Ваш вопрос. Последний. Скажите, пожалуйста, вы говорили о взаимоотношениях государства и бизнеса. Вот на вашем слайде показано, что общие затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в 2011 году – это более 34 миллиардов рублей. Ну, сумма небольшая, но все-таки. Значит, а сколько заплатил бизнес и сколько покрыло государство вот в этих деньгах? Понятно. Я очень сожалею, что ушел представитель Росгидро. Да. Ушел. Да, значит, потому что там не в один год, только Саяна-Шушенская ровно эта же цифра на восстановление – 34 миллиарда. Я не особо знаю, значит, кто там бизнес, как у них оплачивал, да, и государство. Но, к сожалению, в нашей стране сейчас в основном расплачивается государство. Понятно. Спасибо. Спасибо.